Мифы, в которые вы верим? Здорово, Кеммиг. Погнали посмотрим видосчик. Жил-был дельфин по имени Добряк. Потому что он любил всех. И других дельфинов, и всех людей. Он никогда, никогда-никогда никого не обижал, потому что знал, что они друзья. Он очень любил плавать. Однажды он плавал, 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 плавал и умер от старости в открытом море. Какая глубокая мораль. После прочтения данного произведения я понял, что нам необходим новый выпуск мифов, в который мы верим. Дельфины. Когда мы говорим дельфины, мы в голове представляем дельфина Афалина. И сегодня мы поговорим о нем. Но для начала напомню, что же это за милое создание. Вдоль берега он плавает, Среди волн он скачет вверх, Я люблю тебя, дельфин, Таким, каков ты есть. А какой он? Дельфин. Мы привыкли думать, что он добрый, помогает людям, умный. Мы любим мультик Флиппер. Мы смотрели кучу фильмов, где эти милые создания показаны. Дельфины действительно умны, очень обучаемы и игривы. Только вот, мы, кажется, стали забывать, что это хищники. И после того, что я вам сейчас расскажу, скорее всего, вы поменяете о них свое мнение. Это дельфин. А это детеныш морской свиньи. Смотрите, как они резво играют вдвоем. Да нифига. Мне кажется, он его убивает. Только вот, морская свиня почему-то не смеется, потому что... Дельфины, по-моему, специально вот что-то выталкивают. Что-то я такое слышал, кстати. Она умерла. Дельфин ее убил. Специально? Может, случайно? А может, просто играл и переборщил, и теперь плавает и сожалеет о своем поступке? Вот исследование, которое говорит, что большинство морских свиней, найденные мертвыми на северо-восточном побережье Шотландии, имели признаки нападения дельфинов. У них были внутренние и внешние травмы. Но причина этого месива остается неясной, ведь они друг другу не враги. Они ими не питаются, а просто убивают. Но кое за что все-таки можно зацепиться. Как вы уже заметили, морские свиньи внешне очень схожи с дельфинами. И тут подходит еще один ужасный факт. Дельфины убивают своих детей. И далеко не потому, что не хватает денег на учебу в хорошем колледже. На это тоже есть исследование. Смысл в том, что... Все потому, что дельфины очень умные и понимают, насколько большая ответственность, и они избавляются от потомства. Как только самка теряет младенца, она опять готова к новой беременности. Дельфины-самцы убивают младенцев-дельфинов, чтобы еще раз самку... Это какая-то дичь. Итак, вернемся к нападению на морских свиней. Есть мнение, что дельфины путают младенцев разных видов и убивают вообще всех подряд. И дельфинов, и морских свиней. Это гребаные маньяки. В 2002 году было опубликовано исследование, которое говорит... Ты не ты, когда у тебя не до трах, да? ...что в 1997 году на пляж Вирджинии было выброшено много мертвых молодых дельфинов. У них были переломы ребер, разрывы легких, укусы, которые совпадают с зубами взрослого дельфина. В общем-то печально. Вот как они это делают. И это уже совсем не смешно. В августе 2013 года ученые наблюдали, как рожает самка дельфина. И через 2 минуты на малыша уже напали и хотели убить его. Вот снимок, как мать вытаскивает ребенка из воды, чтобы он смог дышать. Сейчас, к сожалению, неизвестно, что с ним стало. Но велика вероятность того, что от него просто отстали, ведь со временем атаки прекращались. Будем в это верить. Ученые говорят, что самцы перед рождением были поблизости, как будто ждали этого момента. Жуткое дерьмо. Есть даже видеозапись. Мы не можем понять, зачем они так. Мы не можем залезть к ним в голову. Мы же не дельфины. И спасибо. Спасибо за... Но у дельфинов же большой IQ. Зачем они это делают? За это. Не хотелось бы, чтобы меня родители убили. В 1994 году произошел инцидент с дельфином. Дельфином-убийцей. Как любят говорить в прессе. Но он на самом деле убил человека. Он подплывал к берегу каждый день. Тусил с людьми. Они радовались. Даже иногда переходили границу, пытаясь его пивом напоить. Ммм, интересный факт. В 1994 году тоже было много идиотов. И каков исход? У одного сломанные ребра, другой убит. Разозлили дельфинчика. Далее. В 2014 году дельфин дважды нападал на человека. Вот смотрите. Дельфин по имени Дасти бьет женщину на пляже. А вот он же не дает женщине доплыть до суши и пинает ее. Самое интересное, что люди воспринимают дельфинов очень милыми и добрыми. Видишь, даже смеются там, думают, что дельфинчик с ними играется. Пиздец. Думаете, в воде сложно ударить сильно? Как бы не так. Шесть переломов позвоночника, три сломанных ребра и повреждено легкое. Вот что с ней случилось. Ее зовут Валери Рьян. И она никогда не могла подумать, что дельфины способны на такое. Но она не держит на него зла. Все-таки хищное животное. А мы недооцениваем опасность. В общем, если вкратце, были случаи, как в дикой природе, так и в парках. Так что будьте осторожны, если вы, как и я, всегда хотели поплавать с дельфинчиками. Сейчас уже не особо хочется. Еще один интересный факт. Дельфины мужского пола могут собираться вместе, чтобы найти самку, преследовать ее, запугивать и применять физическую силу. И все для того, чтобы заняться с ней этим самым. Было множество исследований на эту тему. И все, что я сейчас сказал... Мне кажется, в мире дельфинов не хватает этих... В мире дельфинов не хватает феминисток. Можно назвать одним словом. Насильники. Но тут все сложнее. Для нас это звучит как насилие, да? Но мы не дельфины. И мы не знаем, что чувствует самка дельфина в этот момент. Может, она вообще кайфует? Но, скорее всего, нет. Странно пытаться сбежать, когда тебе что-то нравится. Тем не менее, если в гугле вбить дельфины-насильники, мы найдем очень много историй. С этого момента советую больше не пользоваться гуглом. Являются ли они правдой? Бесспорно, они так поступают. Но насилие ли это? Джастин Грег, ученый, изучающий общение дельфинов, рассказывает, что насилием это нельзя назвать. Ведь по сути самку не насилуют, а такими действиями принуждают выбрать именно себя для спаривания. Как по мне, один хрен. Но я не ученый и разница действительно есть. Принуждение, а не насилие. Назовем это так. Все равно отстойно. В прошлом выпуске мы говорили, что акулы не такие, как мы о них думаем. Но вы должны понимать, дельфины, конечно, безопаснее акул, но мы воспринимаем их как добрых зверушек, а поэтому не ждем от них укуса или удара. А нужно ко всем хищным животным относиться с осторожностью. Субтитры делал DimaTorzok помните же мультик Флиппер и Лопака. Так вот, в реальной жизни он бы назывался Флиппер и Лопата. Дельфин бы хладнокровно всех убивал на острове, а потом собственноручно закапывал. Основанно на реальных событиях, нескоро во всех кинотеатрах. А еще они снашаются со своими детьми. Все, хватит, вы поняли. Давайте перейдем к менее ужасным мифам. Нет, 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 давай забудем. Сейчас, внимание, будет самый лучший переход на другую тему. Вы знаете, что дельфины плавают в море, а знаете, кто еще плавал в море? Мореплаватели. Одним из таких был Христофор Колумб. А не дурно получилось? Вот, например, я четко помню, что нас учили, что Христофор Колумб был первооткрывателем Америки. Вспоминайте, нам рассказывали о том, как он путешествовал в 1942 году на своих кораблях, которые как назывались? У Колумба было еще три каравеллы. Нинья, еще. Гордон? Пинта. Пинта, верно. И Мако. Санта-Марина. И Санта-Марина, молодец. Но правильнее будет Санта-Мария все-таки. В Америке празднуют день Колумба 12 октября, ведь именно 12 октября он открыл Америку, но позже поменяли праздник на второй понедельник октября. Но что значит открыл Америку? Если вы думаете, что это значит, что он приплыл на совершенно новую пустую территорию, забудьте и вообще никогда никому не говорите. В Америке на тот момент было очень много поселений коренных народов. Знаете, бытует мнение и вопрос, кто на самом деле коренной американец? Там слишком богатая история. Кого-то с земли прогнали, сели и сказали, что это наше. Как я наслышан, как я знаю. И нередко можно услышать в многих фильмах, произведениях о том, что те же самые индейцы имеют права на то, что они коренные американцы. Какими они себя и называют. Мы коренные американцы. Это очень, очень такая, знаете, спорная тема. В которой там уже тысячи лет бродили. Открытие Америки означало, что европейцы впервые окажутся там. До этого они знали только старый свет. Это вот эти места. А вот это новый свет, неизведанные земли. Ну, их открыл Колумб. Никаких сомнений ведь нет? Ну, тогда у меня к вам вопросик. Ну, и также вопросы, почему скрывают факты, что до Колумба еще путешествовали и встречали другие корабли. Как бы, ну, странная тема. Очень странно. Как говорится, страна для себя пишет историю, но упускает множество деталей. Я помню где-то и как-то слышал о том, что Колумб далеко не первый. По-моему, даже в каких-то роликах даже было именно разъяснение про то, что Колумб далеко нахрен не первый. Почему Америка называется Америкой, а не Колумбией? Мм? Ммм. А все потому, что Колумб сам не знал, что открыл. Он вообще отправлялся из Европы в Индию, сюда, так как знал, что земля круглая и если поплыть сюда, то приплывешь сюда. Но он пытался. Вместо этого наткнулся на Багамские острова, Кубу, Гаити, Мексику. В общем, то, что мы сейчас называем Центральной и Южной Америкой. И подумал, что он приплыл куда надо и что добрался, наконец, до Азии. И, между прочим, был уверен в этом прямо до своей смерти. Там Азия! Там точно Азия! Что? Нет, это не Азия! Нет, там точно Азия и я... Викинги... Не, чатик, викинги, понятное дело, что они много где разъезжали. Но и также... Также Азиаты тоже много где успели поразъезжать. Конкретно какие, не могу сказать. Тоже там очень много интересных спорных моментов. Но, опять же, да, викинги много где побывали. Но почему-то все заслуги... Вот Колумб! Колумб, блядь, открыл все, пиздец! Открыл место, которое и до него было и жило спокойно себе. Но... Вот приехал и открыл. Я вот хочу... Знаете, хочется спросить... Спросить именно мексиканцев, которые уже такие, знаете, начитанные, исторические люди такие. Что бы они сказали на это все? У которых есть свои культурные ценности, местности и так далее. Которым есть что сказать. Там точно Азия. Что? Нет, это не Азия. Нет, там точно Азия и я так и напишу свои книги. Это не Азия, это другой континент. Я не слушаю, там точно Азия. Но в этом не был уверен один человек. Тоже путешественник. Америго Веспуччи. Он выдвинул предположение, что Колумб дурень и не до конца во всем разобрался, а новые найденные земли это не Индия и не Азия, а совершенно новые земли. И были названы они Новый Свет. Америка, как предполагается, и была названа в честь Америго Веспуччи. Смешно то, что ошибка Колумба так сильно отпечаталась... А-а-а, да? Так, вот это я что-то полезное для себя узнал. Окей, хорошо. Америго Веспуччи. Смешно то, что... А почему тогда, сука, празднуют, что Колумб открыл а Веспуччи просто... Похер упустили. Чё-то я не понимаю, подожди. Стоп, это как-то, блядь, нелогично. Моя логика выходит из ч... Почему, когда они... Что? Почему? То ошибка Колумба, т.к. и была названа в честь Амери Гови Спуччи. Смешно то, что ошибка Колумба так сильно отпечаталась на всей истории. Мы сейчас коренных американцев называем индейцами. Никто не задумывался, почему. Почему? Да потому что Колумб думал, что это индейцы, и что они живут в Индии. Всех перепутал. Хватит менять мой мир. Подожди. Индейцы. Я никогда не задумывался, почему индейцы это индейцы. Чё, не клянусь, сейчас я для меня что-то... Инди... Ладно, хорошо. Нет, я для себя что-то новое открыл. ...что это индейцы, и что они живут в Индии. Всех перепутал. Расист, расист! Входит Колумб, тот еще неудачник. Поплыл искать одно, нашел вообще другое. За все четыре экспедиции так и не понял, где находится, а название этому месту дали в честь человека, который нашел то же самое, только позже. Чего, блин? Ну вот что самое интересное. Ни Колумб, ни Веспуччи так и ни разу не ступили на ту землю, которую мы называем Америкой. Тогда кто был первым? Жил-был такой человек, викинг, по имени... А, ну поехали, Рагнар... Эрик Торвальдсен. Или Эрик Рыжий. Это ему пацаны погоняло-погоняли из-за того, что у него борода рыжая была. Так вот, он мореплаватель и открыл Гренландию, основав там поселение. Позже его сын Лейв Эриксон, как в любой РПГ-игре, услышал, что некий мореплаватель рассказывает, что далеко-далеко видел земли, но не уверен. Ну что ж, квест получен, и Лейв набрал команду и отправился далеко-далеко на поиски новой территории. Такова легенда. Но к ней нельзя относиться несерьезно, ведь ученые пришли к выводу, что викинги были первыми европейцами, которые достигли Северной Америки. Бум! Это было за 400 лет до того, как Колумб вообще родился. И викинги назвали эти земли... Винланд! Стрелу мне в колено! Да! А почему Винланд? Не знаю! Давай драться! Винланд. Сага о Виланде. Виланд. Блять, в моей голове сейчас складываются очень любопытные пазлы. Виланд. Ла... нет, хорошо, хорошо, прям. Очень интересные вещи у меня в голове складываются сейчас. И вот это вот прям Северная Америка. Та самая. Например, в Ньюфаундленде ученые обнаружили ранние поселения викингов. И очень вероятно, что в будущем ученые найдут доказательства, что там кто-то был до них. Единственное, что верно, так это то, что после Колумба все узнали про Новый Свет и начались экспедиции, массовые убийства коренных жителей, рабство и все в таком духе. Так что если вам кто-то говорит про то, что Колумб открыл Америку, сразу парируйте тем, что был доколумбовый трансокеанский контакт. Люди будут в шоке от того, что вы сказали и больше никогда не будут с вами спорить и вообще разговаривать. А вот нечего умничать, будет вам уроком. Европейцы думали, что Колумб был первым. Но сейчас, зная историю почти всех стран и почти всех народов, нам доступна новая информация, что это было не совсем так. Ну вот честно, вам самим-то как больше понравилось бы? Христофор Колумб? Великий первооткрыватель? Или бородатые вонючие викинги? Кстати, насчет викингов. Когда вам говорят слово викинг, вы представляете огромного бородача. Почему никто не учитывает, что на этих островах кто-то жил и живет, и типа... Мы открыли новую землю, но там живут люди. Но мы открыли новую землю, но там живут люди. Я что-то, блядь, я... Это то же самое, что я куда-то поеду, скажу... Я новую землю открыл, а там челики, которые местные живут, такие? Ой, нахуй ты, новую землю открыл? Вы что, когда вы Японию увидели, блядь, на картах там, приехали туда... Ебать, мы открыли новую... Там, да, там Япония, да. Ладно. Это... Грязного и вонючего, и еще у него шлем с рогами. Вот такой вот. Ну, неудивительно, нам как бы так их показывают. Но! Есть очень популярный сериал, он так и называется, Викинги. Меня еще часто сравнивают с этим парнем оттуда. И в этом сериале вы не найдете шлемов с рогами. Ты тоже хромой? Ты... Ты бескостный? Почему? Потому что его помогают снимать историки, и он пытается быть достоверным. В общем-то, викинги не носили шлемы с рогами. Кто угодно носил. Японцы. В Дании носили. Но не викинги. Ну, точнее, может и... Кстати, да, вот это вот интересно. А почему? А почему? Ну, вот везде викингов с какими-то, блядь, рогами рисуют. И всегда было это, блядь, интересно. Может, на ком-то увидели такой шлем. И подумали, что все с таким шлемом. Носили, но все эти страны делали это в ритуальных целях. В бою, разумеется, нет. Потому что это просто глупо. Какой-нибудь чертила будет махать топором и точно попадет тебе по шапке, на которой есть пара рогов. Это же вообще неудобно. Поэтому нигде и никогда не было найдено шлема с рогами, принадлежащему викингу. Вот так выглядели настоящие шлема. Обычные, скучные и правильные. Но с чего вообще пошел этот миф? Август Мальстром. В середине девятнадцатого... Ну, типа, для образа, типа, дайте этот... Орда чертей на нас идет! Чертяки окаянные нас атакуют! Язычники с рогами! И вот, наверное, так и... Так и... Да, завелось. В пятнадцатого века изображал викингов вот так. С чуть видными рожками. Примерно... С какими-то рожками, какие-то крылышки, блядь. Что это за говно? Но в это же время великий композитор Рихард Вагнер пишет «Кольцо Нибелунга». Это опера, где сюжет заимствован из германско-скандинавской мифологии. Часть оттуда вы точно должны знать. Часто в фильмах слышали. Вот. А художником по костюмам к этой опере был Карл Эмиль Доплер. Это немецкий художник и иллюстратор. И вот как он их изображал. Пиздец. Какие-то, блядь, галлы реально. Что за крылья на башках? Что это? Пиздец. Какие... Как будто показ мод там, знаешь, вообще. Это викинги? Точно викинги? С этих самых пор миф распространился и все... Это, наверное, особый отряд викингов, маникюрные войска. Все вокруг думают, что викинги носили шлемы с рогами. Даже в магазине реквизита не проблема найти такое. Хотя никакой исторической достоверности в этом нет. Ах да, насчет огромных вонючих бородачей, у которых нет сострадания. В среднем у этих карланов был рост 172 сантиметра. А приборы личной гигиены – это самое частое, что можно найти на раскопках, в местах захоронения викингов. Пинцеты, щипчики, ушные палочки, расчески и даже мыло. Говорят, что они очень даже за собой ухаживали. Скорее всего, они даже лучше пахли, чем мужики после работы в метро. Драться! Мой ноготь! Скорее всего, этот миф придумали или приукрасили монахи и священники, так как викинги очень любили грабить церкви и монастыри. В общем-то, знали по жизни, чем хотят заниматься. Ну, каждому свое. Они хотя бы определились. А ты? Просто я это к чему? Определиться с тем, чем ты будешь заниматься по жизни, очень важно. Вот у викингов не было другого выбора, кроме как грабить и убивать. А у тебя-то выбор есть. Поэтому я хотел бы стать викингом, я бы на такое подписался кровью на теле падших врагов. Спасибо, что досмотрели. Надеюсь, вам было очень интересно, потому что мне было интересно, так как я, разумеется, этого не знал до того, как начал делать выпуск. А чтобы проверить достоверность моих слов, просто взгляните в описании, чтобы найти все нужные ссылочки. Спасибо, что смотрите и ждете. До скорых встреч. Ну что-то вкратце для себя я новое узнал. По итогу все равно. Ну, кстати, сериальчик викинги действительно хорош. Это прям, прям охрененно. Если вы еще не посмотрели, я вам завидую прям безумно. Буквально три сезона или четыре, когда еще есть Рагнар. Этот сериал прям, прям пушка. Я перестал этот сериал смотреть ровно, ровно тогда, когда... Ровно тогда, когда больше уже актера не было на своей роли. Все, я такой, нет. Этого мне больше не надо. Без этого Рагнара сериал просто кусок блядского говна, который я смотреть не хочу. А там еще, по-моему, в пятом сезоне вообще, там, по-моему, Данила Козловский приучается. Короче, идите вы в очко. Шляпа усатая. Потому что, ну, дальше, ну, дальше просто, ну, вот по своим вот ощущениям, я попробовал посмотреть. Я четвертый сезон даже добил. Пятый сезон вообще уже не смог. По сравнению с тем, какие эмоции я испытывал с первого по вот как раз третий сезон, это не передать. Там действительно очень сильно актер, сука, тащил сериал. Это прям... Он слишком хорош. Слишком хорош этот актер. И он отыграл великолепно свою роль. Вот. Поэтому, ребята, будьте аккуратны с дельфинами. Коренные американцы это индейцы, потому что Индия, потому что вы, ну, вы поняли, да. И, естественно, викинги, какие нахуй рога, ну, вы серьезно? Ну, вы прям, вот, серьезно, грязные, неопрятные, рогатые дядьки, ну, да, ну, бросьте. Это что, блядь, дворфы, что ли? Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok